Ну шо, ребята, всем дарова! С вами Пандосов Иксович и Артемий Форзаризорич. Ничего себе, прям как по паспорту. Да, я вот гляжу, смотрю, прям так и написано. В общем-то, сегодня я решил взять реванш у Артема, так как в прошлый раз он обокрал меня, квиксельну, все мои карточки. И сегодня я вызвал его на реванш. На кону у нас Лео Месси, у меня кумир Вера и Левандовский. Ты Веру поставил? Ой, Вере, ну почти Вера. А, Вера, да. Я сижу такой, нихуя себе. Хуя ты смелый. Потому что у меня, потому что у меня Лаудроп ебаный. Я такой, типа, ну найс вы как бы, да. Ну рейтинг-то одинаковый примерно, да? Да, да. Ну смотри, но у меня Лаудроп 85-й. Я сразу, честно скажу, не буду лукавить, что если ты в него попадешь, вот из этой троицы, это, ну, его мне жалко меньше всего. Окей. У меня есть 93-й информ Левандовский, и у меня есть также Лео Месси. Ну да, я тоже не буду лукавить, типа, у меня такая итальянская мафия в клубе собралась, что, в принципе, мне ни горячо, ни холодно будет от того, что Вера отлетит. Но вот Лео Месси будет... Вере. Блядь, да похуй, короче, итальянец, буду просто итальянцем. Челентано, пусть будет Челентано. Челентано. За Левандовский жалко, я, кстати, отыграл 9 матчей за него. Нихуя себе. Нихуя себе. Ребята, в прошлый раз я попросил, типа, поставить норм количество лукасов, а вы не поставили, поэтому подобные видеоролики выходят так редко. Поэтому, если хотите почаще видеть, найти и кликсануть, поставьте много лайков. Не будьте жадинами, говядинами, блин. В общем-то, предлагаю открыть пакет один и узнать, кто из нас первый будет открывать. А, давай, хорошо. А какой пакет... 50 тысяч. Готов открыть? Благо, я уже закупился монетами на сайте. Поэтому мне несложно потратить 50 тысяч на эту рубрику. Согласен, согласен. Так, ну это пак за 50 тысяч, ребята. Ну тут должен, ну как минимум, Роналда сидеть. Да, да. В Prime. О, Walkout. Ага, понятно. Кто у тебя? У меня даже щитов нет, блин. Это больно, это больно. У меня Хандакович. Нет щитов, у меня просто щит, блядь. У тебя просто дерьмо, да? Ну у меня ханданы. У меня рули. Ну супер, отличный пак. Это значит, я первый пакет. Давай начинай первый. Так, ну и больше есть ничего нет. Друзья, хотелось бы напомнить вам о своих спонсорах компании OneX. Там вы всегда найдете множество спортивных дисциплин, моментальные выплаты и высочайшие коэффициенты. Все это дело можете найти по закрепленному комментарию или же просто перейдя по моему классному QR-коду. Смотри, на этот раз я подготовился. Прямиком из Самары мне приехала книга по психологии. Я открываю эту книгу и вижу, что Лео Месси у тебя стоит на позиции центрального-центрального защитника. Ты решил сыграть типа от обратного, да, тогда? По-моему, у меня на центральном-центральном-центральном-защитнике стоял игрок. Слушай, ну, блин, ну ты почти угадал по поводу Месси. Это датчанин. Ну почти, почти, понятно. Да, это получается Лаудруп. А, Лаудруп, а сразу же? Нет, это бронзовый центральный защитник, там, левый защитник. Забей, я тебя развел. Так, окей, хорошо, хорошо. Я пока неопытный, может, не те страницы читаю. Я пока полистаю, ты скажи, куда ты будешь стрелять. В левого полузащитника, ЛП. Блядь, ты понимаешь, что это, блядь, нахуй уже не смешно? Это вот, блядь, вообще не смешно. Скажи мне, ты ебанутый? Ну я не знаю, в зависимости от того, попал я или нет. Не, ну ты ебанутый. Как это, сука, возможно? Второй раз подряд ты мне с первого выстрела хуяришь, блядь, игрока. Как, сука, это возможно? Я, блядь, отказываюсь в эту хуйню верить. У тебя точно, блядь, какие-то там, блядь, хуни установлены на компе, блядь, которые отслеживают, блядь, мою геолокацию, мою жизнь, мои глаза, блядь. Ты что, блядь, с 77-го года ты ставил импланты в мои глаза? Как ты это, сука, делал? Объясни, блядь. Что ты несешь? У тебя, сука, 11 позиций. И ты второй раз хуяришь мне в того игрока, которого я бы не хотел, чтобы ты хуярил. Это Лео Мэйси, блядь. Просто объясни, вот, чему ты нахуй следовал? Блядь, да я посмотрел на схему и такой думаю, блин, ну, в ЛП. Да как, второй раз подряд, блядь. Я не знаю, брат, ну просто. Второй видос с первого выстрела, ну это невозможно. Я в ахуй, просто, блядь, ребята, ну это просто ебануться, блядь. Просто, блядь, на ваш суд вот эта вся хуня. Кто-то, возможно, подумает, что это постанова даже. Вот я подумал бы, наверное, чувак. Так, сексуальный террор как средство управления мужчиной. Эээ, ПП. Это твой окончательный ответ? Это мой окончательный ответ, давай. РФ, ПП или правый центральный защитник, что ты имеешь в виду? Или вообще правый центральный защитник? ПП. Ой, центральный полузащитник. Две одинаковые буквы, ПП. Меняешь, не меняешь? Нет, я не меняю, давай, блядь, ты меня не забатишь, нахуй. Я уже один раз так обжегся, больше не повторится этих у них. В книжке по психологии написано, что свое мнение нельзя менять. ПП, да? Да, ПП. Правильное питание, я его квикселю в твоем случае, да? Это Лео Месси. Ты серьезно? Да. Ты серьезно, это Лео Месси. Да. То есть ты хочешь сказать, что мы с двух выстрелов угадали двух Месси? Хочешь, разойдемся? Ха-ха-ха. Бля, серьезно, это Месси, да? Я бы хотел сейчас сделать плод-твист из разряда, но это серебряный Месси, который... А, есть, ну, есть Джуниор Мессиас, но... Какой шанс вообще вот происходящего сейчас у вас на экранах? Я вам клянусь нахуй всем живым в мире, это не постанова, ребята. Да-да-да, верим нахуй. Больше лапши, сука, навешали. Честное слово, никакой мошны. Вы видите все так, как происходит. Мы оба лаппы. По-любому самый легендарный выпуск. Такой хуйни я вообще не помню, чтобы вообще когда-то происходило, серьезно. Давай в уголкипера. Ну, томить не буду, здесь какой-то бомж стоит, я его пиксельну. Бля, есть вообще смысл дальше нам играть, я хуй знает. Давай, давай, Жуж, давай. Так, ну окей. ПП я у тебя отстрелил, центрального-центрального. Давай форварда. Ладно, тоже тянуть не буду, там у меня стоит Ньюфилле. Также, друзья, не забывайте про мой промокод, переходя к нашим друзьям из компании OneX. Давай в ПП. Нет никого здесь. Хорошо. Я стреляю в ЛФД давай. Это, как говорится, nice try, но нет, здесь какой-то кореец. Ли Санг Джун. Ну ты мог и сам пытаться. Теперь мы будем до конца косить, да, я понимаю, отстрелили головных. Левый центральный защитник. Ну, здесь аргентинец стоит, который тебя уже не затроллят, поэтому... Кэксел бронзового беща. Так. Давай по ФД. Это ваш окончательный ответ. Бля, каждый раз, когда говоришь, что это мой окончательный ответ, там кто-то стоит, поэтому... Я думаю, что ты... Меня не хитро пытаешься наебать, а просто сам себя закапываешь вот этими своими. Либо я тебя байчу. Да хоть там, бля, ты не настолько умный. Давай, Кэксел. Не Кэксел, а это, в резерв кидай. На змейке игрок. Ну, на змейке, скорее всего, Левандовский, да? Ему змейка необходима. Ну, да, это не то, что лаудроп, 74 шутинг. Хорош, второе попадание, значит, да, у меня? Бля, ты конкретно решил взяться, я понял, за этот реванш. Бля, книга по психологии, я вам базарю, она рабочая. Спасибо, Акул. Мы даже, блядь, когда Акул с тобой не записываем ролики, ты умудряешься выбесить меня. Правый центральный защитник. Кэксел, ну, аргентинского бомжа. Так, ну и, собственно, попытаемся зафиналить. На ПП у тебя был Мессель, Левандовский был на ПФД. Возможно, ты всех троих соединил. Давай ЦП, правый ЦП. У меня была тактика, и я ее придерживался. Я подумал, что я закину всех, ну, плюс-минус в одну зону и попробую сыграть на том, что ты захочешь зачистить противоположную. Я понимаю, тактика у тебя не сработала, да? И, как ты понимаешь, Лаудруб тоже у меня уехал в таверну. Йос! Реванш взят! Спасибо, книга по психологии, блядь. Давай, ладно, я тоже выстрелю финальный свой. А, у тебя один выстрел остался, подожди. Да, да, но я же второй стрелял. Ну, давай, ладно, похуй, защищу защиту полностью. Центральный-центральный защитник. Ну, слушай, Левандовский и Вери остаются у меня. Блядь, ну, лучше бы, конечно, Месси остался у меня один вместо этих двух. Блядь. Ну, так или иначе. Миздец, где они у тебя стояли? Лева стоял тоже на ПФД, мы ёбаные гении, блядь. И на ЛЦП стоял Вери. То есть, я не знаю, как у нас с этим человеком получаются такие жесткие зарубы. Это пиздец синхрон, какой у нас говорили. Вот, если хотите, мультиме я на канале месяц назад выходил, можете найти нашу сумасшедшую там развязку. Я в охуе... Тоже уровня Кристофера Нолана, блядь. Блядь, вот начало, это просто, блядь, невообразимая хуйня какая-то. Вот вопрос, куда я хочу их закинуть. Ну, ладно, я, наверное, на Клайбера закину. Ну, он пригодится в любом случае где-то в дальнейшем. Ну, всё, закинул я всех игроков Клайбера. Вот, конечно, на месте... На месте... Ой, не всех пизжу, блядь. А чё я так, действительно, я же в одного этого мог запихать. Ну, а у меня только Лео Месси отлетает. Вот, тут один пак на гарантированного итальянца есть, собственно. Нажимаю на старт и прощаюсь с Лео Месси. Ну, слушай, это была эпичная заруба, так что мне даже ничуть не жаль. Ну, типа, прям охуительно. Такие впечатления прям... Так, сейчас сыгранности не хватает, блядь. Так, ну всё, я запихнул, получается, Левандовский, Месси и Лаудропа в СБЧ на Клайбера. Бля, Клайбер. Хорош, нормальный обмен, слушай. Лучше тебе быть, блядь, хорошим игроком, сука. Всё, брат. Всё, прощаюсь. Отправляю всех трек. Мне даже спрашивает лишний раз, блядь. Да, мне тоже спрашивает. Прощай, Лео Месси. Ну что, ребята, вот такая вот эпичная заруба у нас получилась. Эпичная, пиздец просто вообще. У нас каждый раз какой-то пиздец происходит в этой рубрике, поэтому если она вам нравится, ставьте лайки. Также мы записали битву составов к Артему на карточку Робена, поэтому переходите и смотрите. Такие дела. Спасибо, Артем. Да нахуй, какой Артем, блядь? Я тебе что, не чай, что ли? Ой. Артемий, будьте добры, пожалуйста. Артемий, Артемий. Такая нахуй разница. Большая разница. Артемий, Андрей, ёпта, или Серёжа. Пиздец, блядь. Ой, у меня нихуя не записывалось, чувак. Блядь, у меня нихуя не записывалось. Ты серьёзно? Да нет, конечно, идёт. Блядь, иди нахуй. У меня чё, инфаркт, блядь, не схватил, блядь. Ты чё, блядь? Посказали, что пацаново. Бля, а ты записал видос такой? Ребята, отвечаю, блядь, три подряд.